Сегодня день работников скорой медицинской помощи. Свой профессиональный праздник врачи встречают на передовой войны с коронавирусом. Как отвечают медики на вызов и что изменилось в их работе, рассказали сотрудники Калининской подстанции скорой медицинской помощи. Алло, здравствуйте. Второй диспетчер вас слушает. Что с вами случилось? Жалобы на высокую температуру и кашель. Первый сигнал о том, что пациента нужно брать на особый контроль. При каждом вызове с подозрением на коронавирус, медики должны первым делом экипироваться. Налицо специальная плотная маска и очки, чтобы вирус не попал на слизистую глаз. Такой защитный костюм надевает каждый работник бригады, включая водителя. Теперь все готовы на выезд к больному. Для работы с коронавирусными пациентами не только защитные костюмы, но и специальный автопарк. У нас на сегодняшний день присутствует на дежурстве пять машин, которые занимаются именно пациентами, которые были в контакте с больными или предполагаемый контакт, которые приехали, например, из Москвы, которые в последнее время их стало очень много. Также из других стран, например, в прошлое дежурство привозили пациентов, которые приехали из Болем. Автомобили скорой помощи оснащены всем необходимым и современным. Здесь самый главный аппарат АП и ВЛ, который нужен пациентам с тяжелым дыханием, достаточно для подачи кислорода. Также кардиограф для проведения мониторинга. Также здесь у нас находится для удобства в самом кармане пульсоксиметр, в котором мы проводим субтурацию, то есть измеряем насыщение кислородом организма. Работа скорой помощи всегда была не из легких, но сейчас сил, выдержки и оперативности требуется. Еще больше. Напряжение сильного есть, конечно. Приходится мотаться в районы и по городу. А раньше в районы так не ездили. Каждую смену выезжаем в районы. Хоть одна машина все равно выезжает в районы. Риск заражения при контактах с возможными больными высок. Каждый вызов для медиков – реальные испытания. И они с честью исполняют свой врачебный долг. Для работы, в принципе, хватает. Есть у нас и средства индивидуальной защиты, так называемые СИЗы. Организовано горячее питание. И вообще мы работаем по вахтовому методу. Это означает 12 часов рабочего времени. После 12 часов рабочего времени мы идем отдыхать. Отдыхаем мы в лесной сказке. Организовано нас вывозят и отдыхаем. И цикл мы стараемся держать в таком режиме работы 8 дней. Потом нас меняет следующая команда. Количество выездов, я уже говорил, что она меньше не стала. Вчера, например, у нас за сегодняшнюю неделю по отчетам у нас 375 человек. Вернее, выезжали мы в 375 случаях, оказывали медицинскую помощь. Но 375 не только коронавируса, там и бывают банальные температуры, банальные ангины. Сегодня за работу в таких условиях медиков благодарят и лично, и в интернете. Но вместо обычного спасибо врачи просят всех оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Именно так можно снизить нагрузку на медучреждения и предотвратить распространение вируса. Рифат Фадкулин, Игорь Зверев, Республика.